МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Алена Гуричева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Каждый четвёртый ребёнок на Ямале принята программа по улучшению демографической ситуации. В шумиха вокруг экзамена на интернет-портале появилась информация о том, что в ноябрьске выпускник списывал ответы во время ЕГЭ. Так ли это на самом деле? И встреча жидкой воды. Откуда в ноябрьске появился праздник с таким названием? Кто его придумал, а главное, зачем? Итак, на Ямале принята комплексная программа по улучшению демографической ситуации. Причём специалисты отмечают, что демография в округе относительно благополучная по сравнению с другими субъектами страны. Численность населения региона на 1 января 2014 года – 539 600 человек. Каждый четвёртый житель Ямала – ребёнок. Кресло главврача Ноябрьской ЦГБ пока остаётся свободным. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. Напомню, в апреле стартовал конкурс на должность руководителя медучреждения. На первом этапе проходило онлайн-голосование за кандидатов. Их было трое – руководитель Ноябрьской станции скорой помощи Олег Брезицкий, его томский коллега Андрей Лукинов и главврач Харпской районной больницы Владимира Сауленко. Вторым этапом для участников отбора стала защита проектов по развитию ЦГБ. Как сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения, победителя конкурса комиссия так и не смогла определить. Поэтому до конца текущего года исполнять обязанности руководителя больницы будет Наталья Поспелкова, замглавврача по медобслуживанию населения. Первые результаты ЕГЭ по географии и литературе уже известны. Посмотреть свои баллы выпускники Ноябрьской и их родители могут на портале сетевой регион образования, а также на федеральном сайте ЕГЭ. Познакомиться с результатами можно и в школах. Всего 26 мая на территории города Ноябрьска в ЕГЭ по литературе приняли участие 42 человека, по географии 22. Минимальный порог с прошлого года не изменился. По литературе он составляет 32 балла, по географии 37 баллов. По этим двум предметам ни один из ноябрьских школьников не набрал 100 баллов. Однако есть выпускники, не прошедшие минимальный порог. Они уже подали апелляции. Заявление рассматривает государственная экзаменационная комиссия. Ну а в целом, говорят специалисты департамента образования, старшеклассники хорошо справились с первыми экзаменами. Средний балл достаточно высокий. Но не все оказалось так гладко. На интернет-портале карта мониторинга ЕГЭ появилась информация без подписи автора о том, что в 12-й школе Ноябрьска один из учеников, не стесняясь, списывал ответы со шпаргалки. На сообщения тут же отреагировали видео, записанное во время экзамена по английскому, пересмотрели и не нашли никаких нарушений. По мнению замначальника департамента образования Ноябрьска Светланы Фатеевой, вероятнее всего, один из учеников таким образом решил насолить своему однокласснику. Отмечу, специальный портал, куда могут написать все, кому известно что-либо о возможных нарушениях, был создан недавно по инициативе Всероссийского движения «За честный ЕГЭ». Цель этой организации – сделать экзамен более совершенным, а ее слоган звучит так – «Все решают только знания». Однако, как показывает практика, не все используют интернет-ресурс по назначению. По данному факту было проведено служебное расследование, были детально изучены видеоматериалы с этого пункта, с экзамена по английскому языку, были взяты объяснения с организатора в аудитории, данный факт не подтвердился. В понедельник в Ноябрьском городском суде состоялось первое заседание по рассмотрению громкого дела о похищении сына ноябрьского бизнесмена. Напомню, молодого человека насильно вывезли из города в канун новогодних праздников. Оперативники нашли похищенного в Тюмени. И вот трое подозреваемых предстали перед судом. Из зала заседания репортаж Ксении Епишевой. В зал суда двое из троих подсудимых были доставлены в сопровождении конвоя и в наручниках, но даже это не помешало одному из них открыто заявить о своей невиновности. Трое молодых людей обвиняются в похищении сына известного в городе бизнесмена. В канун нового года молодого человека насильно вывезли за пределы города. Ситуация получила широкий общественный резонанс. Искать пропавшего помогали и многие жители города. Оперативники нашли его больше, чем через неделю. В Тюмени следствие длилось несколько месяцев в уголовном деле около десятка томов. Обвинение подозреваемым предъявлено сразу по трем частям статьи 126. Похищение группы лиц, применение оружия и скоростных побуждений. Действительно, на санкции предусматривают лишение свободы, 12 лет лишения свободы. Вместе с тем, суд, как и по любому уголовному делу, при назначении наказания учитывает как смягчающие, так и отчащающие виновные обстоятельства. Если такие будут установлены, то действительно они будут учтены при назначении наказания. Из подсудимых только один признал свою вину. Еще двое фигурантов дела не только в ходе расследования, но уже и в зале заседания продолжают настаивать на своей невиновности. Тем не менее, сторона обвинения уверена в том, что собранных в ходе следствия доказательств достаточно для того, чтобы привлечь всех трех к ответственности за садейное. По мнению следствия, так и по моему мнению при поддержании государственной вине и подготовке к судебным заседаниям, я полагаю, что его вина подтверждается, но те доказательства, которые представлены органами предъявленного расследования и собраны, и будут представлены в моем судебном заседании, я полагаю, доказывают вину, как раз всех трех лиц в совершении указанного преступления. Отмечу, что пока перед судом предстали только трое обвиняемых в похищении, четвертый до сих пор находится в розыске. В ходе заседания были заслушаны показания пятерых свидетелей по данному уголовному делу. Опрос остальных продолжится завтра утром. Самого потерпевшего в зале суда сегодня не было, однако наверняка известно, что от своих претензий к похитителям он отказался еще в ходе следствия и простил их. Это, возможно, станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Тем не менее, ставить точку в этом деле пока еще рано. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. А окружная прокуратура сообщила о том, что в силу вступил приговор в отношении жителя города, который поставлял бывшему руководителю дирекции муниципального заказа «Ноябрьска» кокаин. Напомню, большая часть наркотика была найдена у осужденного дома и еще доза из той же партии в одном из кабинетов ДМС. Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Однако он подал апелляцию. Правда, окружная судебная коллегия приговор оставила без изменения. Полицейские «Ноябрьска» задержали грабителей, как выяснилось, ранее судимых жителей нашего города. Следствие установило, 31 мая в одной из городских квартир побывали двое неизвестных. Гостевание закончилось не только исчезновением 6 тысяч рублей и дорогостоящей камеры в 76 тысяч, но и травмами. Незваные гости избили хозяина, после чего скрылись. Правда, наслаждаться успехом злоумышленникам пришлось недолго. Они вскоре были задержаны, а украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под стражу. Члены местного отделения партии «Единая Россия» провели прием граждан, на этот раз в Ангопуровском. Обращения жителей отдаленного микрорайона выслушали председатель государственного юридического бюро Снежана Нестеренко и специалисты «Газпромнефти» «Ноябрьскнефтегаза» Андрей Сюткин и Станислав Силуянов. Участники встречи отметили, что несмотря на немалое количество проблем, с которыми сталкиваются жители в Ангопуровского, безвыходных ситуаций становится меньше. Тем более, что микрорайон в последние годы развивается, строятся новые объекты, идет модернизация инфраструктуры. А это в итоге должно сделать жизнь в Ангопуровцев комфортнее. Во-первых, программа «Чистая вода». Вы прекрасно знаете, что идет модернизация водозабора, которая позволит жителям в Ангопуровцам иметь доступ к чистой воде. Во-вторых, программа «Жилищная», которая позволит отчасти, я не говорю о 100%, а отчасти решить вопросы аварийного жилья. К сожалению, на сегодняшний день в поселке отсутствуют штатные юридические консультации, которые могли бы на постоянной основе оказывать квалифицированную юридическую помощь. Но, тем не менее, я для себя вижу выход в следующем. Есть телефон приемной «Единой России», где каждый заинтересованный, каждый человек, имеющий тот или иной юридический вопрос, может оставить свое сообщение или прийти на прием. Будут приглашены квалифицированные юристы, которые со всей полнотой, так сказать, смогут оценить возможность решения того или иного вопроса конкретного жителя Вангопора.